Место операции известно заранее. Сотрудники Госадомтехнадзора точно знают, что здесь, на частной территории 25-го километра трассы Москва-Дон, происходит несанкционированный сброс строительного мусора. Водители тяжелой техники также знают, что на них ведется охота, поэтому работают в выходные дни или в вечернее время. Но на этот раз нам повезло, удалось засечь грузовик. В том, что он груженный, сомнений у сотрудников Госадомтехнадзора нет. Слишком сильно просел кузов. Задача теперь ждать, когда водитель сбросит груз. Факт нарушений должен быть обязательно зафиксирован. Наш оператор ведет съемку так, чтобы его не было заметно. Все, зафиксировано. Теперь можно подойти к водителю и оформить право нарушения. Груз на этот раз встречал сам хозяин стройки. При виде нас он ведет себя довольно спокойно, но комментировать на камеру что-либо отказывается. Будет зона. А, будет зона? Да. А то, что засыпает, это же вроде как противозаконно. Смотря чем засыпает. А чем вы засыпаете? Вот, посмотрите, щебень, гравий идет. Частное лицо. За свой счет делает. Вячеслав. Речку очищает. Вячеслав заверяет, за свой счет делает рекреационную зону для всех. И засыпает территорию только разрешенным материалом. Но вот Максим Шмелев, сотрудник Госадомтехнадзора, проверяет путевой лист водителя. Что там написано в нем? Да ничего, не пустой путевой лист. То есть незабонен, да вредный? Незабонен, да. Путевой лист не заполнен. Отсутствует конечный маршрут. То есть куда точно водитель везет груз не указано. Значит, зафиксировать документально невозможно, где этот строительный мусор будет сброшен. Сегодня это здесь, около реки. И вовсе это не щебень и гравий. На водителя, который решил не представляться и вообще не показывать лицо, составляется административный протокол и выписывается штраф в 5000 рублей. Он стыдно? Нет, не стыдно. Просто обидно. Теперь можно точно сказать, что операция прошла успешно. С вами нам сегодня удалось поймать как раз нерадивого гражданина, который на транспортном средстве пытался, не пытался, но, к сожалению, сбросил мусор. Сейчас думают усердно, как его вывезти отсюда теперь. Места сбора мусора, они определены законодательством. То есть места общего пользования, сброс мусора категорически запрещен. К сожалению, подобные сбросы мусора сотрудники Госатомтехнадзора фиксируют регулярно. Однако отмечают приятную тенденцию по уменьшению числа правонарушений и повышению сознательности граждан. Екатерина Чернышева, Владимир Бижонов, Видное ТВ. Кстати, если вы сами стали свидетелями подобных нарушений, зафиксировав их на фото или видео, обращайтесь в территориальный отдел номер 25 Госатомтехнадзора по Московской области. Только вместе мы сможем навести порядок в нашем районе. Редактор субтитров А.Семкин